Мужской смартфон Cubot AX King Kong. Здравствуйте, с вами Ёж, мы на канале Олегит и хорошего вам настроения. Друзья, наверняка многим из вас хотелось хорошей, качественной, быстрой, шустрой, мощной, с классным экраном, с хорошей камерой. Смартфон, на котором можно играть в игры и при этом будет такой прям мужской, настоящий крепкий, который не боится упасть, промокнуть. И обычно смартфон вот с такими вот характеристиками, как правило, либо вот такие здоровые бандуры, целиком полностью прорезиненные, с каким-нибудь средненьким таким железом, которое не тянут даже нормальные игры. Там посредственные камеры, как правило, и все такое. И вот компания Cubot, смартфоны, которые, кстати, тоже были у меня как-то на канале, разработали достаточно недорогой, в принципе, смартфон. Кстати, с аккумулятором в 5100 мАч, полторы сутки при активном использовании. Пока про смартфон новый, кстати, друзья, чтобы сохранить свой аккумулятор, при зарядке не пользуйтесь смартфоном. Тогда ваш аккумулятор будет служить вам долгие годы. 12 гигов оперативки, 256 гигов встроенной памяти, что очень круто. Шустрый процессор MT6789, и все это предоставляется вот такой скромненькой коробочке за, кстати, достаточно небольшую цену. Кстати, ссылочку на этот смартфон вы можете найти в описании под этим видео. В общем, друзья, сейчас вместе с вами его распакуем, посмотрим, что там входит в комплектацию, протестируем его, я уверен, досмотрим видео до конца. Если вы ищете такой настоящий брутальный, крепкий, мужской смартфон со всеми семи ништячками, возможно, это как раз-таки в ваш случай. Поехали! Упаковка скромненькая, такая вот брутальненькая, ничего лишнего. Кубот АИКС Кинг Конг. Ну и здесь вот вкратце те характеристики, которые я, в принципе, практически все озвучил. Оп! Ну, кстати, без пленочки коробка такая приятная, тактильная. Здесь таким каким-то темным графитом, фиолетовым светом вот так вот вытеснены вот эти все буквы. Как подарок себе, любимому или вашим родным, близким, по-моему, самое то. Вот так это все брутальненько выглядит. Ладно, телефон хочется уже взять с руки, но немножко потерпим. Посмотрим, что тут есть еще. Ну, а что, собственно, есть еще? Это зарядка с Type-C, кстати, на Type-C. 12 вольт, 2,7,5 ампера, 33 ватт максимальная. Зарядка от 0 до 100 занимает даже меньше часа. Ну, и сам смартфон, а под ним находится, кстати... Ух ты ж, вот это да ладно. Тут что-то еще сейчас пока в сторону уберем. Такая вот краткая эксплуатация по использованию. Инструкция кубот. В ней почему-то лежит отдельный вот ключик для вытаскивания отсека под сим-карты, SD-карты памяти. В подарок, друзья, что приятно, идет защитное стекло. Если честно, друзья, вот сейчас беру его в руки и я ожидал что-то такое подобное. Ну, кстати, он не выглядит громадко. Вот как ни крути, он... Здесь есть по резинной части. Вот это все металлическое. Я прям беру как будто какой-то кусок железа. Я вот серьезно вам говорю, свои ощущения описываю. Потому что вот это все, это все железо. Вот это прям вот холодное, тяжелое. Он такой, он не легкий телефон. Это мужское видео, я так и называл. К слову, вес смартфона 296 грамм. Практически 300. Максимальная толщина корпуса 12,7 миллиметров. В общем, здесь пока что есть наклеечка. Давайте ее рассмотрим. Здесь вариант либо SIM-карт 1, либо SIM-карт 2, либо SIM-карт и ETF-карт. Кстати, друзья, несмотря на то, что стекло-то у него здесь и горели глаз какой-то там последней версии, здесь уже даже в комплекте все равно наклеена пленочка. Вот мы видим ее. При желании ее можно будет, ну, после таких долгих царапин, снять. Можно ходить без нее, как я люблю. Или наклеить потом еще вот это, которое шло в комплекте. Его приятно держать в руках за счет вот этих вот скошенных граней. Вот видите, они фаска сняли вот здесь вот. Это прям все металлическое, переходящее вот в такие вот плотно прорезинные антиударные вставки. Вот так вот все брутально сделано вот такими вот элементами. Выведен вот здесь вот динамик чуть выше корпуса экрана. Он защищен как от ударов, так и от влаги, от воды. То есть, может телефон в воду пасть, ничем не будет. Здесь вот такая вот прорезиненная тоже вставочка. Ну, такая плотная прям резина. В общем, выглядит как какой-то космический корабль. Я вам так скажу, вот эти металлические элементы, вот эти выемки под петельку, чтобы повесить. Все, видите, вот так вот на болтах-звездочках все закручено, на винтах вот этих вот. Вот так вот все винтажно. Мужской телефон действительно. Ну, в общем, мои первые ощущения, что держать его в руках приятно. Качельки громкости находятся под большим пальцем и прям удобно располагаются. То есть, вы держите телефон. Он такой немаленький, ну, как обычно сейчас стандартные телефоны. Но, и опять же, здесь вот какой-то упор происходит от этого пальца. Я вам серьезно говорю, что он удобный. Здесь находится кнопка включения, она же сенсор отпечатка пальца. Самое удобное решение по блокировке, разблокировке смартфона именно здесь, именно таким вот образом. На противоположной стороне чуть сбоку находится еще одна кнопка такая рифленая, которая вы, получается, когда вот так телефон держите, она попадает вам на указательный палец. Здесь находится под герметичной крышкой слот вот под эти сим-карты. Впрятан, так вот он приоткрывается, вот так он выдвигается. И здесь либо две сим-карты, либо сим-карты ATF-карта. Кстати, поддерживает карты до одного терабайта. Ну, а внизу под, опять же, герметичной крышкой, что опять подтверждает его класс пыль-влагозащиты, крышки так нелегко снимаются, особенно вот это вот для зарядки. Здесь находится порт Type-C для зарядки аккумулятора. Динамик достаточно громкий, здесь выведен еще дополнительный микрофон. Ну и вот, друзья, очень необычно вот так вот располагается здесь еще один дисплей, он же циферблат, который вы можете быстро, не включая телефон, быстренько посмотреть, сколько времени. По сути дела, это смартфон с умными часами. Такого решения я еще не видел нигде. Помимо этого, можете управлять камерой, делать фотографии, кстати, установить их на циферблат вашего смартфона. Ну, а если вы переключите в своем смартфоне на фронтальную камеру, создается впечатление прозрачного насквозь стекла. Быстрый доступ к компасу все-таки смартфон подразумевает себя как для использования кемпинга, и компас здесь весьма кстати. Также, не включая сам смартфон, можете управлять проигрывателем, смотреть уровень заряда аккумулятора, отвечать на звонки, либо сбрасывать их и читать сообщения. По бокам у него находятся три разные камеры с разными объективами, с разными разрешениями. Фронтальная камера имеет фотосъемку 32 мегапикселя, одна из основных камер 5 мегапикселей, также есть 5-мегапиксельная макрокамера и основная камера в 100 мегапикселей, под которой находится фонарик. Так, вот у нас камера, есть режим HDR, вот этот режим. В режиме HDR снимаю в настройке соотношение сторон 16 к 9, вот вообще вариант, видите, 25 мегапикселей поддерживает соотношение 4 к 3, 16 тоже есть 4 к 3, дальше уже идет 16 к 9, 12 мегапикселей, 18 к 9, 11 мегапикселей, еще 18 к 9, 8 мегапикселей. Ну, по-моему, самый оптимальный вариант 24 мегапикселя, 16 к 9, стандартный вариант. В общем, пофотографировал в разных режимах, и не могу сказать, что разница прям сильно-сильная, но больше всех понравился вот этот режим 24 мегапикселя, 16 к 9 в HDR. Ну, даже для понимания 25 мегапикселя без HDR и 24 мегапикселя с HDR, значительно интересней. Картинка более четкая, контрастная и даже художественная. Очень понравилось, что у камер высокий динамический диапазон, то есть можно ставить спиной к свету и лицо будет хорошо подсвечено. Кстати, автояркость вот таким вот образом резкость настраивается и сам иногда настраивает очень даже хорошо. О, также есть режимы ночной режим. Ну, как бы не стоит ожидать от этой камеры хорошей ночной съемки, вот это без ночного режима. Ну, а это ночной режим, меньше гораздо шумов, и в принципе съемка достаточно сносная. Ну, макросъемка не сильная, вот такая вот прям макро-макро. Ну, при этом в целом какие-то художественные фотографии позволяют сделать при помощи своего объектива. Да и как итог, нормальные камеры у данного телефона, хотя обычно у таких подобных телефонов, ну, камеры так себе. Здесь можно сделать действительно интересные, красивые фото. Видео, заходим в настройки. Ну, микрофон можно включить-включить. И поддержка, смотрите, есть по умолчанию будет в 2К разрешение, есть Full HD, есть 720p, 140 на 480 пикселя. Фокусировка хорошая, кстати. Вообще, кстати, для такой цены в общей картине удивительно, что здесь еще и камера вполне добротная. Ну, кстати, опять же удивляет плавность картинки. Обычно у таких телефонов, ну, 30-25 фпс, да, в основном 25-30. Тем более в 2К разрешение. Зум давайте попробуем. Зум тоже неплохой. Сейчас на солнце направим. Посмотрим, как он сам автоматически выровняет. Да, выравнивает, видите. Фронтальная камера, вот так вот она записывает видео и записывает звук. О, кстати, вот, видите, какой высокий динамический диапазон. Я стою, за мной солнце, и лицо у меня хорошо выравнивается светом по свету. Немножко цвета становятся более сочные, не такие, как в жизни. Но, знаете, вот сейчас модно это все делать как-то более фильтрами все равно, да, какими-то. А он уже как будто с фильтрами все делает. Ну, вообще, вот эти всякие фильтры, портрет, лицо, сглаживание, также есть таймлапс и другие фото-видеоэффекты. И не вижу смысла на них застрять. Внимание, они есть, они не супер какие-то прям идеальные, но вполне годные. Ну, вот, друзья, как говорится, картинка налицо. Посмотрите, вот какая здесь яркость, какая плотность пикселей. Камера, к сожалению, это не передается сейчас при записи. Прямо обалденно. Отклик мгновенный. Вообще, от такого телефона, ну, вот, мгновенно, видите, все, даже не успел ничего сказать. От такого телефона просто не ожидаешь, что экран будет качественный. Полноэкранный режим. Высокое разрешение. 4К переключили. Вообще легко. Кстати, звук очень приятный. Он такой объемный. И звук идет вот отсюда, в основном, и вот отсюда. И получается вот такой 3D-эффект. Ну, на самом деле, здесь вот высокие, здесь вот такие низкие, средние, в основном. А вот отсюда прям высокие исходят. Углы обзора. Настоящая, качественная IPS. Супер. В общем, экран в 120 Гц действительно чувствуется. Плавность очень крутая. Процессор Медитак 6789. Друзья, с целыми 12 гигабайт оперативной памяти. 2000 МГц частота. По двум распределяется 2200 на 600 нм техпроцессе. 8 ядер. И вот видите, как их частота всех распределяется. То есть вот так вот равномерно. При том, что у меня сейчас запущены некоторые приложения. Там и обновления идут и так далее. Емкость батареи соответствует. 5100 мАч. Версия Android 14. Ну, вот вам данные от CPU-Z, пожалуйста. Нравится, как по 8 ядрам все разбивается. Графический процессор Mali-G57MC2. Друзья, поддерживает 8 касаний. 9! 9 даже получает. 9 касаний, друзья. Просто не поместил один палец. Может быть даже 10. Отпечаток пальца. Готово мгновенно. Кстати, отпечаток пальца хорошо работает. Прямо четко. Ну, мокрою меру распаренными руками не пробовал. Но так вот спокойно срабатывает. Фонарик, друзья, прилично яркий. Ну, фонарик как фонарик. Разъем для наушников. Ну, работает он через Type-C все идет. Проверил, друзья, на одной из самых тяжелых графических игр. Тянет ее вообще легко, без каких-либо лагов. Кадр очень плавный. Это вообще редкий случай для таких брутальных, можно сказать, антивандальных смартфонов. Говоря об аккумуляторе, поддерживает быструю зарядку, по-моему, до 80%. Дальше чуть замедляется. Ну, в среднем от 0 до 100 где-то за час 20-час 30. Ну, а 5100 мАч хватает спокойно на день активного использования. День, полтора, все зависит от того, сколько он у вас в руках. Если его обычно так использовать, ну, может хватить и на 2-2,5-3 дня. А в общем, если подытожить, то за такую цену вы получаете вполне годный, с хорошими характеристиками смартфон, с антиударным корпусом, который не боится воды, с мощным железом, в котором можно играть даже в какие-то серьезные графические игры. Камеры, конечно же, не яблочные, но все равно вполне нормальные. Так что все это делает его отличным подарком себе, любимому или вашим родным и близким. Именно поэтому ссылочку на него вы можете найти в описании под этим видео. Переходите, заказывайте, это уверен, вам понравится. Ну, а я надеюсь, видео было полезно. Если так, то ваша подписка на мой канал, палец вверх и приятный комментарий замотивирует меня еще больше продолжать стараться для вас. Вам пустяка, мне сильно поможет. Всем любви, добра, осознанности и лада в сердце. С вами был Йош, пока.